Еще одной жемчужиной Ивановской области должен стать Палих. Власти делают ставку на этот небольшой поселок с большим туристическим потенциалом. Действительно, предпосылки есть. Колыбель лаковой миниатюры известна далеко за пределами не только области, но и страны. Разработан инвестиционный проект «Палих – родина жар птицы», в основе которого лежит бренд лаковой миниатюры. Ведутся поиски инвестора. Многочисленные российские иностранные туристы специально выбирают маршруты, в которых есть посещение Палих и художественных салонов с гарантией приобрести изделия от производителя. Художественная общественность Ивановской области готовится к 60-летнему юбилею Палихского отделения Союза художников России, являющегося неотъемлемой частью художественного промысла. Еще один юбилей Палишане будут отмечать в 2014 году. Искусству лаковой миниатюры исполнится 90 лет. К этой дате планируется завершить строительство нового музейного комплекса площадью 1100 квадратных метров. Сейчас в фондах хранится более 3000 икон и порядка 7000 лаков. Эти богатства скрыты от глаз туристов из-за недостатка площадей. На сегодняшний день наш музей принимает до 40 тысяч посетителей в год. Экспонирует всего лишь 12% музейного фонда. В новом здании у нас как раз разместится 6 выставочных залов, художественный салон и реставрационные мастерские. Осмотреть достопримечательности Палиха можно на лошадях. В поселке есть частная конюшня. В ней представлена редкая порода – советский тяжеловоз. С 2012 года здесь открылась бесплатная конно-спортивная секция для детей. Желающих проехать по Палиху верхом находится немало. Мы используем лошадей для проката. У гостей Палиха всегда есть возможность пообщаться с ними, прокатиться на гужевых повозках, в санях зимой. И я считаю, что это определенная привлекательность Палиха, это местность, в которой мы живем. Чтобы Палих стал популярным туристам, нужна развитая инфраструктура. А с этим в поселке большие проблемы. Требуется реконструкция водопроводных и канализационных сетей. Жизненно необходимо строительство еще одной артезианской скважины. Развитая инфраструктура – это огромные финансовые вложения, которых у нас пока нет. Но мы делаем все возможное, чтобы привлекать в район внебюджетные средства, участвуем в различных областных и федеральных программах. Сегодня необходимо строительство новых очистных сооружений и реконструкция канализационных сетей в поселке Палих. Это позволит улучшить экологическую обстановку в поселке и его окрестностях. И что особенно важно – представится возможность подключать к системе водоотведения новые туристические объекты. Есть в Палихе и другие проблемы. Произведения мастеров лаковой миниатюры нередко подделывают. Остро стоит вопрос защиты авторских прав художников. И самое главное – до сих пор не зарегистрирован бренд уникального народного промысла.